Это итоги недели в студии Максим Кембель. Здравствуйте! Далее коротко о главном. Продленный безвиз, дешевый билет и гастрономический бренд. Драники официально стали нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси. Сколько рецептов под защитой? Островок безопасности или добро пожаловать в Беларусь? В страну за два с половиной месяца прибыли 27 тысяч украинцев. Я надеюсь, что все здесь получится и вообще я рассчитываю здесь остаться. О чем молчат глаза? Внимание всем! В Бобруйске проведут учения по ликвидации ЧАЭС. Планируется отработать взаимодействие всех служб города и сил гражданской обороны. Когда зазвучит сирена? Путевка в мечту. Загородные строительные лагеря готовятся к открытию сезона. Воспитательный состав у нас неукоснительно самый лучший. Отдохнуть или поработать? Город засыпает, просыпается богема. Окунуться глубже в историю можно прямо на месте через виарочки. В стране прошла ночь музеев. Как это было? Продовольственный кризис, непредумышленное убийство и последний чекенбургер. Макдональдс окончательно уходит из России, что ждет работников франшизы. Только единство. Президент посетил юбилейный саммит ОДКБ. Встреча лидеров приурочена к 30-летию подписания договора коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам к текущей обстановке в регионе и мире. Обсудили меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы. Защита от внешних угроз, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Сегодня нет более злободневного и важного вопроса, чем конфликт вокруг Украины. Начиная с 2014 года, всем мы оказывали все необходимое содействие в целях его урегулирования. В принципе, мы готовы все, сидящие за столом, делать это и сейчас в любом формате. Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом, а свидетельства в Одессе, когда сожгли живых людей, и фашизмом, русофобией и оружием. Травили чем только возможно. После выборов в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами, с Беларусью, Украина полностью, как у нас принято в народе говорить, легла под запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки. После саммита в Кремле Александр Лукашенко и Владимир Путин провели двустороннюю встречу. Но, согласно решению лидеров, без протокольной съемки, за закрытыми дверями. Главными стали вопросы развития кооперации, обороны промышленного комплекса и совместная работа над импортозамещением. Главный экзамен, народный рецепт и новый в ковчег. В стране внесены изменения в порядок оказания ветеринарных услуг. Как это работает? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии продлен до конца года. Решение принято из-за позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранцев. За месяц в Беларусь приехали свыше 27 тысяч человек. При этом посещать нашу страну можно неограниченное количество раз. Регистрация на ЦТ продлится до 1 июня. Абитуриентам разрешается сдать 4 из 11 предметов. Напомним, в этом году изменятся условия главного вступительного испытания вузы. В первую очередь увеличится время для прохождения математики и физики. Тайминг составит 210 минут. Билеты на поезда в Россию из Беларуси стали дешевле. В среднем проезд в спальных вагонах и купе подешевел на 15-17%. При этом на формирование стоимости оказывают влияние несколько факторов. Чем больше людей и ближе дата отправки, тем выше цена. В стране внесены изменения в порядок оказания ветеринарных услуг, в том числе платных. Теперь в клиниках можно будет сделать не только УЗИ питомцу, но и провести инструментальную диагностику. На месте также проверят безопасность купленных на рынке продуктов животного и растительного происхождения. Драники, колдуны и бабка теперь официально нематериальная историко-культурная ценной страны. В список включили не конкретное блюдо, а традиции приготовления из тертого картофеля. Гастрономический бренд в Беларуси не будет иметь ГОСТ, но при этом должен выпекаться из свежеприготовленного теста и вручную. На контроле государства 235 народных рецептов, которые могли бы исчезнуть. Второй дом. В Беларусь за 2,5 месяца прибыли 27 тысяч украинцев. Страна уже не в первый раз становится приютом для переселенцев. Одни рассматривают наши государства как транзитные, другие выбирают его для жизни. Многие обрели счастье Бобруйский. Здесь беженцам оказывают максимальную помощь в поиске жилья и работы. Сейчас Людмила Старцева гуляет по уютному Бобруйскому парку, но буквально несколько месяцев назад еще находилась в родной Одессе. Переезжала одна и налегке. С собой только самое необходимое. Даже за любимыми цветами попросила присмотреть соседку. Муж с сыном давно уехали из страны на заработки. В Украине, признается женщина, с этим большие проблемы. Я планировала ехать в Европу, но там, прожив два дня, я не прижилась. Я поняла, что это не мое. Я не справлюсь. Я языка не знаю. И литовцы не принимают украинцев. Квартиру снять невозможно. Они отказывают. С работы тяжело. Здесь у меня живут родственники. Родной брат моего отца, то есть женой. И вот я приехала к ним. Они меня пригласили, я приехала к ним. Людмилу встретили с распростертыми объятиями прямо на въезде в страну. Пограничники удивлялись своим профессионализмом и приветливостью. Уже в Бобруйске женщина сняла квартиру и устроилась на работу в троллейбусный парк. На каждом этапе ей подсказывали и направляли. А это дорогого стоит. Украинка рада, что наконец может чувствовать себя в безопасности. Прошла медкомиссию тоже в каждом кабинете. Все врачи хорошо относятся, вежливо. Ну нет приближения, как у нас в больнице. У нас, если ты приходишь, у нас сильное пренебрение. Ты прям чувствуешь это. Здесь я пришла, ну мне приятно даже, хотя по больницам ходить неприятно. Мне было приятно, честно сказать. Я шла на легкие, была в настроении. Наталья Назипова до последнего не хотела покидать Луганск. Но обстановка накалялась с каждым днем. И женщина приняла решение уехать из Украины. Выбор пал на островок безопасности в центре Европы. Здесь встретили как свою, и Бобруйск уже успел стать вторым домом. Нам сразу откликнулись, приветливо нас встретили. Значит, продуктовый набор нам дали. Много вещей, очень много можно выбрать. Я надеюсь, что все здесь получится. И вообще я рассчитываю здесь остаться, если честно сказать. Мне очень нравится город Бобруйск. Это великолепный, чистый. Это просто я без ума. А какие молочные продукты здесь. То же самое. Очень вкусно. Когда связь пропала, семья Ольги Ткачих находилась порознь. Женщина осталась с 11-летней дочкой. А муж и старшая девочка были далеко. Потом они и вовсе эвакуировались из Мариуполя. Почти месяц спустя родные воссоединились и решили покинуть Украину. Бобруйск обеспечил миром и спокойствием, в котором они так нуждались. Нас встречали наши родственники, привезли нас сюда. Потом ребенком у него 11 лет, пятый класс. Школу нас взяли без проблем. То есть, плюс директор школы обещал помочь с работой. Помог нам Красный Крест хорошо очень уже. Предоставил продукты и вещи кое-какие. Беларусь открывает свои двери для тех, кто в этом нуждается. С конца февраля в республику прибыли уже 27 тысяч украинцев. Поддержка – меньшее, на что могут рассчитывать мигранты в нашей стране. Когда кому-то нужно протянуть руку помощи, здесь не имеет значения, свой ты или чужой. Ну а для беженцев минуты отчаяния единственным приоритетом становится мирное небо над головой. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Сигнал общей тревоги. В Бобруйске проведут учения в условиях мирного и военного времени. С 25 по 27 мая отработают действия органов управления и сил госсистемы предупреждения ликвидации ЧАЭС и гражданской обороны. За три дня специалисты столкнутся с большим спектром чрезвычайных ситуаций. От паводков до пожаров. Будут моделироваться многочисленные аварии на объектах жизнеобеспечения и отрабатываться действия всех служб в ситуациях, максимально приближенных к реальным. Каждая аварийная ситуация несет с собой целый спектр угроз. Планируется отработать взаимодействие всех служб города и сил гражданской обороны. Также на 26 мая запланирован запуск электросирен. Ее работоспособность проверят с 7 до 9 утра. Учения плановые, проходят они раз в 7 лет. Загородные лагеря готовятся к старту сезона. Сейчас остаются последние приготовления, лоск наводят повсеместно. Всего этим летом заровятся свыше 149 тысяч белорусских школьников в 1300 учреждениях. В Бавруйском мечте заезд уже в четверг. Тем, кто ждет вторую или третью смену, предлагают провести каникулы с пользой. Можно заработать первые деньги. Главные условия президенту должно быть не меньше 14. Обо всем по порядку Ольга Васинда. До самого долгожданного момента всех школьников остается чуть больше недели. Бавруйские лагеря усердно наводят лоск. Все, чтобы каникулы прошли не только насыщенно, но и безопасно. В мечте заканчивают последнее приготовление. Куся траву, красят скамейки и качели. Территория 24 гектара. Отдельное внимание уделяют спортивным хобби. Обновилась и теннисная площадка. Здесь оборудовали три стола, закупили мячи и ракетки. Территория крытая, играть можно в любую погоду. Корпуса тоже получают свою дозу обновлением. Практически завершен косметический ремонт. Комната рассчитана на пять человек. Мебель белорусского производства вместит все. От модных маечек до вечернего перекуса. Плюс качество. Тумбочки, кровати и шкафы встретят не одну лагерную смену. Освежили и санузлы. Все работы ведутся согласно документации, согласно ТНПА, а также всех рекомендаций от служб МЧС, санэпидемстанции, энергонадзора. Воспитательный состав у нас неукоснительно самый лучший будет в городе. Подобран очень грамотно. Первых отдыхающих лагерей встретят уже 26 мая. Всего на пять смен готовы принять около трех тысяч школьников. Путевка рассчитана на 18 дней. Стоимость зависит от возраста ребенка и доходит до 523 рублей. Однако родители могут сэкономить почти половину, благодаря средствам местных бюджетов, профсоюзов и нанимателей. К слову, незабываемое лето в этом году обеспечит и Щадково. На базе учреждения образования общественного и дополнительного образования будут работать лагеря с дневным прибыванием с общим охватом 3511 детей. Кроме того, конечно же, у нас будут действовать круглосуточные лагеря 9-дневные. Военно-патриотическая направленность на базе воинских частей 5527 и на базе воинской части 20392. Для тех, кто хочет провести каникулы с пользой не только для здоровья, но и кошелька, есть вариант подработки. Владимир Голуб в свои 15 хорошо знает цену деньгам. На карманные расходы у родителей не просят еще с прошлого лета. Сборка, разборка, ремонт школьной мебели – все это под пристальным вниманием учителя. Я познакомился с очень интересными ребятами, набрался очень много опыта по сборке и разборке мебели. За пять рабочих дней я смог заработать около 100 рублей. Официально трудоустроиться подросток может уже с 14. Приоритетное право у ребят из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, а также у тех, кто состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Чтобы получить направление на работу, надо зарегистрироваться в органах по труду – собой, паспорт и документы об обучении. Сами наниматели попросят медсправку, заявление о приеме и трудовую при ее наличии. Тем, кому нет 16-ти, нужно заручиться еще письменным согласием одного из родителей. При трудоустройстве наниматели заключают с учащимися срочные трудовые договоры. Запись о том, что учащиеся принимали участие и работали в рамках временной трудовой занятости, заносятся в трудовые книжки. Планируется, что в 2022 году временная занятость молодежи будет организована в 25 учреждениях города. Озеленение и благоустройство территории учебных заведений, ремонт школьной мебели и реставрация книжного фонда. Первое рабочее место учреждения образования готовы предоставить больше, чем 600 учащимся. За подробностями можно обратиться по телефону 72 04 93 или по адресу Гоголя 7. Здесь обеспечат молодежь перспективными планами не только на лето, но и на весь год. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Секрет успеха. Делегация Белорусского института стратегических исследований познакомилась с работой Бобруйск-Агромаша. О показателях предприятия рассказал генеральный директор Виктор Филатов. Затем гостям показали, как создается сельскохозяйственный бренд. Ученые, в свою очередь, объяснили функции задачи учреждения. Встреча длилась больше двух часов. Мы занимаемся анализом и поиском той формулы успеха, которая может быть масштабирована и применена для всех других субъектов хозяйственной нашей страны. Причем это касается не экономики, а именно настроения, идеологии, систем управления, инноваций, работы с коллективом, мотивации и так далее. Тех тонких материй, которые не уловятся простыми цифрами. Институт стратегических исследований также называют «фабрикой мысли». Создан он в 2019-м указом президента. После Могилевской области делегация отправится в Витебскую, там посетят ряд крупных предприятий. Не смыкая глаз, в Беларуси прошла ночь музеев. В нашей стране работает 159 профильных учреждений. В прошлом году их посетили около 5 миллионов человек. В каждом уголке синёка и акцию провели по-разному. В литературном музее Бровки собрались хипстеры, а на линии Сталина восстановили события одного из боёв Афганской войны. В «Бобруйске» же программу посвятили 635-летию родного города. Здесь развернулись фотозоны, квизы, интерактивные площадки и блицквесты. В историю с головой окунулась Карина Гуревич. «Ночь музеев» – магическая акция, которая ежегодно объединяет тысячи людей в стремлении познать историю и необычно провести время. «Бобруйск», конечно, подготовил свою программу. В художественной галерее города открылась выставка, посвященная геноциду в годы Великой Отечественной. Экспозиция знакомит с работами ветеранов, классиков искусства из Фонда Белорусского Союза Художников. Важная составляющая – картины современных авторов. 40 уникальных полотен пробудут здесь как минимум всё лето. Всё-таки реализм, классический реализм, он неувидаемый. Поэтому это встреча с прекрасными работами прошлых лет. Художник пишет душой. И поэтому здесь работы художников, которые видели разрушенную Беларусь. То есть они не просто писали по воспоминаниям, по какой-то литературе. Они всё это видели. Краеведческий музей тоже предложил посетителям провести культурный вечер и поглубже изучить бытность прошлого. Фотозоны и мастер-классы встречали гостей в каждом из восьми залов. А особо подвижных ждал квест, посвященный юбилею города. Проверяли здесь на внимательность и эрудицию. Главная тема – Бобруйск в переплетении столетий. Я впервые на таком мероприятии. Очень интересно было, что тут будет происходить. Тут квесты различные. Конечно, интересно. Находишь, тут ищешь какие-то загадки. Мы, правда, не справились с квестом своим. Очень понравилась 3D тоже композиция Бобруйской крепости. Матюш, тебе нравится? Да, очень нравится. Мы вообще очень любим Краеведческий музей, посещаем постоянно. Это ночь музея, у нас уже не первая. Хотим пожелать нашему музею процветания, успехов, новых интересных экспозиций. Я выполняла задание на смекалку, переставлять спички. Участвовала в задании азбуки Морза. К международной акции Краеведческий музей присоединился еще в 2010-м. Поначалу вечер организовывался только силами местного штата. Но за временем подключились многие ремесленники, мастера народного творчества, клубы реконструкции, коллективы и активисты. Каждый год программа дополняется. Но основная тема всегда так или иначе касается родного города. Сегодня у нас Любовь Александровна Гарбан, мастер по бутинамке. И Гульнара Кенеспаевна Качан, мастер по кукле, у которой даже уже две книжечки вышло. Всегда эта работа завораживает, когда люди очень красиво что-то делают. И причем это же народное творчество, понимаете. То есть, может быть, многие люди, даже посетители музея не знали об этом. Вот смогли не только посмотреть, но и сами принять участие. Они ведь мастер-класс показывают. Особая благодарность и радость всегда, когда принимают участие клуб военно-исторической реконструкции «Газдава», «Красавцы», «Шляхтичи», «Рыцари». Основная цель – показать ресурс, возможности и потенциал современных музеев, а также привлечь молодежь. Но и в обычное время здесь есть чему удивить. Можно взглянуть на чучело животных и в деталях рассмотреть военные атрибуты. Плюс специалисты ведут социальные сети и даже создают мобильные игры. Все, чтобы привить любовь к истории юным исследователям. Окунуться глубже в историю можно прямо на месте через Виарочки. Пройтись под Нурва, выставить из пушки, встретиться с почетным караулом. Виртуальный тур – уникальная возможность по-настоящему прочувствовать атмосферу Бобруйской крепости. Акция коснулась многих городов Беларуси. Экскурсии, световые инсталляции, лекции, перформансы, много электронной музыки и бар. Все это было в Минске, во Дворце искусства. В Могилевской программе «Файер-шоу. Египтология. Голографическая выставка». Гродный и вовсе провел неповторимый детективный квест. Всемирная акция объединила больше 150 государств и почти 40 тысяч музеев. В России можно было посетить закрытые посольства разных стран, расположенные в зданиях, памятниках архитектуры. Англия похвасталась целой вереницей специальных событий – от демонстрации фильмов Хичкока до мастер-классов по танцам и фестивалю уличной еды. Схожи все были в одном посыле. История куда интереснее, чем может показаться. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Станислав Чичерин. Итоги недели. Аномальная жара, силовое переключение, отмененный локдаун. Шанхай снимает антиковидные ограничения, сколько длилась изоляция. Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Миру угрожает продовольственный кризис, который, по мнению экспертов, назревал уже давно. Причиной стали многочисленные конфликты, климатические изменения и экономические просчеты. Ситуация серьезно усугубилась с началом спецоперации. Между тем, без поставок товаров и удобрений из России и Украины проблем разрешить не удастся. Один из бывших офицеров полиции США, проходящих по делу о доведении до смерти Джорджа Флойда, признал себя виновным в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству. Инцидент спровоцировал волну возмущения. В прошлом году правоохранитель, о действии которого скончался афроамериканец, был приговорен к 22,5 годам лишения свободы. ЕС решительно настроен преодолеть зависимость своей энергетики от ископаемого топлива из РФ. Союз беспокоит недавнее отключение некоторых стран-членов от российского газа и электричества. В связи с этим Брюссель предоставил план силовой отключения ЕС. Проект основан на трех задачах – диверсификация поставок, экономия энергии и ускорение перехода на возобновляемые источники. Власти Шанхая объявили о поэтапном ослаблении антиковидных ограничений и возвращении к нормальной жизни к концу июня. В этот период также будут постепенно снимать карантин жилых комплексов, где за последние две недели не было выявлено заболевших COVID-19. 26-миллионный город полностью изолировали еще в начале апреля. Макдональдс окончательно уходит из России. Компания объявила, что начала процесс продажи своего бизнеса в РФ. Он насчитывает 850 ресторанов быстрого питания. В местных представительствах в общей сложности трудится 62 тысячи человек. В середине июня кафе откроют двери клиентам под новым брендом, и рабочие места будут сохранены. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова